Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и я предлагаю вашему вниманию очередную передачу об истории средних веков. В предыдущих выпусках были вкратце рассмотрены события, происходившие на территории бывшей Западной Римской империи в течение трех столетий с V по середину VIII и поправили о королевствах вандалов, вестготов, эзготов, бургундов, ланкопардов и, наконец, франков в период правления династии Мировингов. На самом деле всю эту информацию при желании можно без труда найти в Википедии, а вот в этой и двух следующих передачах я хотел бы рассказать кое-что о том, что не так просто найти. Википедии это тема общественной, правовой и церковной жизни Европы в это время и я использую два основных источника, это работы Кизо и Лебек. Итак, с их помощью хотелось бы развенчать несколько мифов о том времени. Итак, перенесемся в 511 год. Уже 35 лет, как низложен последний западный римский император. Уже 80 лет, как вандалы правят Северная Африка и островами в Западном Средиземноморье. Визготы прочно обосновались в Испании, а из Галлии их только-только вытеснили франки после битвы при Вуе. Королевство франков самое молодое, но уже достаточно обширное. Это весь Север Галлии, это Юго-Запад Галлии, это весь Запад нынешней Германии. И только на юго-востоке Галлии еще существует королевство Бургундов, которому тоже там около 80 лет. В Италии и Талмации пока еще прочно властвуют Асткоты под управлением Теодориха Великого. Да, пройдет каких-то 40 лет и политическая карта Европы изменится кардинально. Исчезнет весь народ вандалов, исчезнет королевство Вестготов, а на смену им придут Лангобарды. Но пока в 511 году политическая карта Европы достаточно пестрая. И возникает вопрос, а как же там живут люди, чем они живут. И вот первый миф, который я хотел поразвенчать, это что в 476 году, в момент распада Западной Ленинской империи, весь мир рухнул и началась какая-то совершенно новая жизнь. Орды варваров захлестнули античные города, они подрывали основы римской цивилизации, привели к упадку культуры, погрузили Европу в темные века. Вот первый аргумент против этого мифа демографический. Напомню, что численность вандалов, бургундов вряд ли превышала 60 тысяч человек. Это численность всего народа. Численность визготов была, наверное, больше, но в пределах 100 тысяч человек, скорее всего. Франки, возможно, были многочисленнее, но стоит напомнить, что большая часть франков осталась в местах их прежнего обитания, особенно репурянские франки, да и социалические, в общем-то, тоже только дружина Хлодвига и союзных ему королей совершала завоевание и переселялись очень немногочисленные франки. Так что в Испании, в Италии, в Южной Галии численность вандалов составляла считанные проценты от численности населения романизированного, то есть это 1-2 процента. В Северной Галии, возможно, франки составляли более многочисленное число, больше процент населения, но это не большинство в любом случае. То есть варвары не могли оказать в силу своей малой численности какого-то заметного влияния на общественную и культурную жизнь. Второй аргумент, лингвистический. Вот если мы посмотрим на языки варваров, то языки вандалов, готов, бургундов, лангобардов исчезли без следа. Вот один из наиболее известных лингвистов, который изучал языки готов. Этот Толкин, он еще задолго до «Властелина колец», до его мировой славы, он написал поэму на готском языке для сборника «Sanks for the Philologists», который вышел в 1936 году. Интересно также, что готский язык, возможно, долгое время существовал в Крыму, потому что часть готов осталась, не пошла на Запад. И, вероятно, язык готов сохранился в употреблении в Северном Причерноморье. Что касается языка франков, то он оказал влияние на современный французский язык, но не очень значительно. Есть слова франкского происхождения, есть «h» особенная, то есть во французском два звука соответствуют букве «h», и вот один – это наследие германского влияния. Но все-таки это влияние франкского языка на французский было не очень большим. А вот, например, есть прямой потомок франкского языка – это современный голландский язык, который, ну, менее всего отличается, ушел от истоков. Ну, к примеру, по-голландски «день» – это «dag». В английском – это «day», в германском – «tag». А вот что мы можем судить – это то, что в имени короля Дагоберта «dag» – это «день». То есть слово сохранилось в голландском, таким, каким оно было изначально. А, кстати говоря, вторая часть «bird» – это «яркий» или «блистательный». И вот в английском языке современном – это «bright». Значит, если же говорить о влиянии варваров на общественно-культурную жизнь, ну, скорее всего, оно минимально, скорее всего, не приходится говорить, что они существенное влияние оказали. И никакого резкого слома романизированной цивилизации, уклада жизни людей, особенно в городах, на рубеже V-VI веков не произошло. Ну, скорее всего, городские общины продолжили жить так, как они жили. Просто пропало центральное правительство. Потеряли свою легитимность его чиновники, такие префекты Претория, Викария. Скорее всего, налоги, какую-то часть или дань отправлялась варварским королям. Но, вот какой вывод делает Гизо из изучения такого источника, как бревиарий Аняния или же бревиарий Алариха? В этом сборнике приведены толкования римского законодательства, кодексов Феодосия и новелл императоров Валентиниана III, Марциана и Майориана. Но новеллы – это новые законы, которые императоры издавали после вступления в силу кодекса предыдущего, то есть кодекса Феодосия. Вот Гизо, вот цитаты из Гизо. То, что прежде делал Претор, иначе президент, должны теперь делать судьи города. Отпуск Рабана волю, обыкновенно совершавшийся до сих пор перед президентом, должен совершаться отныне перед Курией. Завещание следует вскрывать перед Курией. То есть Курия взяла на себя те функции, которые делали чиновники имперского правительства, а Курия – это орган местного самоуправления. И, скорее всего, он просто стал отвечать за все, и жизнь городской общины практически не изменилась. Королевская власть варваров, она существовала, но преимущественно выполняла военные функции, то есть военные походы, завоевания. И центрального правительства у королей варваров практически поначалу-то и не было. Разве что в Италии. Теодорих сохранил прежние римские офисы. Вот мы знаем, например, что Боэци и Кассиадор в 520-х годах последовательно занимали пост магистра-официя, то есть премьер-министра. Далее Гизо приводит в свои книги сведения о том, что основные акты в гражданской жизни, такие как завещания купчие, дарственные и тому подобное, даже в VII веке осуществлялись в тех же формах и выражениях, что и в римскую эпоху. А VII век – это через 150 лет после падения Римской империи. Далее. Во Франкском королевстве сохранились все институты прежнего римского муниципального устройства. Кури, куриалы, думвиры, дефенсеры. Вот, например, Лебек пишет, что институт дефенсеров, то есть уполномоченных местной общины по контролю за органами государственной власти, существовал до VII века. Вот цитаты из «Венанция Фортуната». «Венанция Фортунат» – это знаменитый поэт VI века и второй по значимости после Григория Турского источник той эпохи. «Сегодня Пасха, и дефенсер дает традиционный банкет в честь такого дня, и сам граф примет в нем участие с величайшим удовольствием. Он же в поэме, посвященной графу Галактарию. Ты был дефенсером и другом города Бордо. Ты смыл человеком, достойно несущим оба эти звания, и вот по воле короля ты заслуженно вступил в должность графа». Гизо утверждает, что метаморфоза поздневимского общества в средневековое была постепенной, плавной и эволюционной, и происходила в течение порядка 250 лет, с VI до середины VIII века. Говоря о культуре, не следует поддаваться соблазну, на мой взгляд, объяснить ее упадок, падение в Нимской империи, нашествие варваров. Мы наблюдаем постепенную деградацию античной языческой культуры, начиная с IV века, то есть после правления Константина Великого, и никакого резкого слома на рубеже V-VI веков нет. Языческая культура заменяется христианской, соответственно, светская литература заменяется духовной, философия заменяется богословием. На Востоке империи, где не было нашествия варваров в таких формах, она происходит в таких же формах, что и на Западе. Даже в более резких, я бы сказал, потому что христиане разрушали языческие храмы, которых там было больше, уничтожали библиотеки, убивали философов-язычников. Таким образом, относительный упадок культуры связан скорее с переходом от антично-языческой к христианской культуре, чем с нашествием варваров и падением Западной империи. Не исключено также, что с этим же влиянием связан отказ, постепенный отказ в IV-V веке от составных римских имен, которые состояли из прономана, номана и когномана, из трех частей обычно. И, вероятно, в VI-VII веках начинается также христианизация имен, которая завершилась к IX-X веку. Подобно так, как на Руси христианские имена вошли в обиход где-то в XIII-XIV веке, а крещение было в 988 году. К началу VII века галоримская знать начинает заимствовать также и германские имена. Вот есть пример. Епископ Мана Бертрамн или же Бертранн. Это имя образовано от Берт, частицы, которые соответствуют яркий, блистательный. То же, что мы видим в именах королей. Хариберт, Дагаберт, Сигиберт и это современная английская Брайт. А вторая часть это Рамн, означает ворон. Например, король Гунтран имеет эту же часть в своем имени, а в современном английском это Рейвен. В то время, как варварские короли изначально это же военные вожди дружин, окружали себя дружинниками-соотечественниками, и мы неоднократно в этом уже имели возможность убедиться на примере франкских майордомов, то галоримская аристократия прочно закрепила за собой посты в церковной иерархии. В V веке мы уже встречали таких епископов, как Сидония Аполлинария, Авито Вьенского и Святого Реми, или же Ремигеа Реймского. В VI веке Григория Турского. Это все галоримляне. Представители семейства Леонтьев занимали епископскую должность в Бордо между 511 и 570 годами, а в Нанте семейство Наннихиев владело кафедрой с 460 года и до конца VI века. Но галоримская, знаете, конечно, занимает не только церковные должности. Лебек приводит сведения о том, что из 43 известных в VI веке имен графов к югу от Луары, большинство 27 – галоримские, тогда как из 12 известных имен графов к северу от Луары, напротив, большинство 9 – варварские. В то же время в VI веке мы еще видим использование римских титулов. У Григория Турского достаточно много в его труде посвящено и могущественному патрицию Мумолу. Это Эвний Мумол, сын Пеония графа Аксера. Мумол был военачальником короля Бургундии Гунтрана, который и пожаловал ему титул патриция. В этом качестве Мумол воевал против другого галоримлянина – Дезидерия, который имел титул герцога Аквитании и был военачальником короля Ахильберика I. И в ряде случаев Григорий Турский также Мумола называет герцогом. Здесь слова «граф» и «герцог» употреблены в их изначальном римском значении. То есть граф Комес – компаньон, то есть уполномоченное лицо императора, чиновник имперский. А второе – Дюкс – это лидер, генерал, высокопоставленный военачальник. Более существенными же являются изменения, которые произошли вне городских стен. Набеги варваров были одной из причин, которые нарушили связность страны, связность бывшей Римской империи. Были, конечно, и другие причины. В частности, Курии занимались городским хозяйством, то есть жизнью городской общины. Но отсутствие центрального правительства, конечно же, препятствовало тому, чтобы развивалась дорожная сеть. Никто не следил за дорогами и за мостами. Это все постепенно приходило в упадок. Приходило в упадок также и торговля, сокращались поездки людей на дальние расстояния. Но это происходило очень постепенно, не было какого-то такого скачкообразного изменения. Мы знаем, что и в VI, и в VII веке торговые связи не прекратились окончательно. Даже относительный был расцвет торговли в правлении императора Юстиниана, который предпринимал в 533-554 годах попытки отвоевания западных земель. И в начале правления мировингов в Марселе в VI и даже в начале VII века строятся новые каменные пристани, то есть средиземноморская торговля существовала. В начале VII века ирландский миссионер, святой Колумбан, возвращался из Нанта к себе на родину. То есть существовало морское сообщение между Галлией и Ирландией. Около 585 года Григорий Турский, и он пишет об этом в своей работе, в Орлеане встретил купца Христофор, судя по всему, грека. Тем не менее, торговля, конечно, херела. Вероятно, особенно сильно торговые связи нарушились по причине войны двух королев. И было два важных следствия изменений, которые происходили для жизни и в том числе городского населения. Первое, это то, что сокращение торговли вело к ухудшению снабжения городов товарами. И это было одной из причин того, что аристократия стала перебираться в свои виллы, то есть загородные поместья. В них сосредотачивались также кожевинные, гончарные, кузнечные, ткацкие производства, то есть обеспечения поместья, обеспечения виллы всем, что необходимо, предметом первой необходимости. С другой стороны, небезопасная внешняя среда способствовала тому, что виллы окружались защитными сооружениями. Из загородных таких резиденций, дворцов, они постепенно превращались в замки. То есть источник того, что в средние века стало замками, следует искать именно в этот период. И выросли они во многом из античных вилл. Так, Лембек приводит пример виллы. Понтия Леонтия в Бурге, виллы Широгана близ Мартр Талозан, виллы Каруш в Женевуа, виллы Клавдия Апостума Дардана близ Сестерона. Это все V век, и это примеры вилл, которые обносились защитными стенами. В виллах обитали аристократы постоянно. Также Лембек приводит свидетельства о том, что семейство манского пископа Бертрана, упомянутого выше, жило на вилле в Плассаке непрерывно с I по VII век. До VII века была обитаема также вилла в Марубе близ Шададон. Второе важное следствие нарушения связности бывшей империи заключается в том, что происходил технологический упадок. Из-за проблем со снабжением в производстве, в строительстве переходят на местное сырье, что-то упрощают, что-то утрачивают. Параллельно центр тяжести в Галлии смещается к северу из южных городов, таких как Арль, Вьемна, Тулуза, Нарбонна, в города Париж, Орлеан, Сосон, Реймс. Камень заменяется деревом, а золото, которого в Европе практически не добывалось, серебром. Вот что пишет Фортунат. «Долой с глаз моих стены из поросского мрамора и камня. Я предпочитаю вам деревянные стены, сложенные нашим мастером. Его дощатый дворец возвышается до самых небес». Есть еще одна гипотеза, которую высказывает Лебек. Она заключается в том, что нарушение связности и децентрализация была выгодна аристократии. И она боролась с теми правителями, которые, наоборот, стремились усилить королевскую власть и более активно собирать налоги. Вот это были старшие ветвь мировингов, особенно король Теодебр. И это была также королева Брунгильда. Вот подтверждением гипотезы Лебек является то, что Брунгильду предали знатные франки, а за этим последовал, за вот этим предательством и победой оппонента Брунгильды, короля Хлотаря II, последовал его эдикт от 614 года, который заложил первый камень в фундамент феодальной системы. Именно с Хлотаря II и его сына Дагоберта начинаются новые формы ведения сельского хозяйства. Это мансы. Податные единицы, арендуемые у крупных землевладельцев земли. Мансы стали в последующие века основой как для договорных отношений между крестьянами и феодалами, так и для налоговой системы раннего феодализма. Наконец, можно судить также о том, что между 670 и 711 годами лежит следующий после войны двух королев важнейший период водораздела между античностью и средневековьем. И, по всей видимости, это связано с арабскими завоеваниями Сирии, Египта, Северной Африки и затем Испании. Так, после 670 года резко сокращается число грамот на папирусе, выпущенных в канцелярии мировинских королей, и последнее из них датируется 677 годом, а дальше грамоты издаются на пергаменте. В 694 году аббатство Сен-Дени пожелало обменять свою долю ежегодных доходов марсельской таможни и налоговых льгот от средиземноморской торговли на владение виллой на семьи в Бери. А Бери – это середина Франции, даже немножко ближе к северу. Далее, примерно до 670 года франкские королевства используют деньги Римской империи. Это золотые солиды. Вот от этой монеты берут свое название французские су и английские шиллинги. Солиды стали еще называть безанты от Византийской империи. Но с 670-х годов начинается чеканка совершенно других монет, серебряных и гораздо меньшего номинала, и с надписями на местных наречиях. Самый древний известный образец такой монеты от чеканин в 673 году в Туре по повелению Хильдерика II. И Лебек указывает, что, по его мнению, что эту монету называют прото-денье, но более справедливо называют прото-пенни. А оба слова, денье и пенни, происходят от названия римской монеты Диналий. В любом случае, после 1700-го года условно чеканка золотых денег в Западной Европе прекращается на 6 веков, и стандартом становится серебряный денье весом 1,1 грамма. Между 711 и 774 годами с исторической сцены сходят два варварских королевства Вестготов в Испании и Лангобардов в Италии. В 751 году начинается новая королинская эпоха в истории королевцев-франков и вообще Западной Европы. И в ней, в эту королинскую эпоху, мы встречаем уже новые формы общественно-политической жизни, зарождается феодальная система отношений. Но в следующий раз мы поговорим об эволюции правовой системы в 5-8 веках, о синтезе римского права и общего или общинного права древних германцев, и о том, почему именно этот синтез позволил перейти к феодализму, и как из этого выросла современная европейская цивилизация. Я благодарю вас за внимание и до свидания.